Много такого, знаете, интересного. Не против? Гардеробная? Да. Переместимся? Смотрите далее в программе. Кто охраняет спальню Димы? Зачем Дима хранит дома фотографию особо опасных преступников? Откуда в его спальне появились зомби? И как Ая использует ванную музыканта? Гардеробная, в которой у меня хранятся очень дорогие мне вещи. Ёк-макарёк. Почему куда я не уйду, вы всё время мне мешаете? Ёк-макарёк. Ну хорошо. Ладно, продолжим. Значит, дорогие мне вещи, а почему бы нет? Я дорогая вещь. Да. Как помнишь в этом фильме-то беспреданница, да? Вот имя мне найдено. Весч. Весч. Здесь очень много всяких полок. И вот если вы заглянете вместе со мной, то вы увидите здесь, значит, гитары. Ещё какие-то там кучи гитар, клавишных инструментов, полки там со всякой ерундой. Первое, что хочу представить, это, конечно же, френч, в котором я снялся в своём первом музыкальном видеоролике. Видеоролик назывался «Останусь». Останусь пеплом на головах, Останусь пламенем в глазах, В твоих руках ты падаешь метра. А почему у тебя тут ещё не только твои вещи? Здесь не только мои вещи, здесь ещё вещи одной девчонки. Её зовут Маша. Ей хранить больше негде. Просто не хранить. Вы ничего не подумаете, да, сами понимаете, что это всё случайное совпадение. Вот. Ну и вот, в принципе, здесь очень много помещается всего. И если... Обувь. Обувь даже есть там, в выдвигашках. Если кому-то негде будет переночевать, ребята, вот эта конурка... Это моя, и нефиг сюда соваться. Нет, я тебе лучший угол выделю на балконе. А вот здесь, в этой конуре, можете приходить, вот если у вас 10-20 человек, я размещу. Вот. Ну что, следуем дальше? Ну что, по пути в спальню мы остановимся немножечко на вот этой стене. Стена плача, так называемая. Здесь отображены какие-то интересные моменты из моей жизни. То, что здесь на фотографиях где-то со мной попадает Маша, наша гитаристка, это тоже ничего не значит. Ну, просто как-то сфотовали, знаете, случайно. Почему здесь детские фотографии, тоже, знаете, необъяснимая вещь. Затем я хочу похвастаться на канале Муз-ТВ, что у меня на стене висит фотография с премией. Премия 2000, если не ошибаюсь, 2009 года. И еще на этих фотографиях изображены кадры из клипов. Ну, например, из клипа «Невидимка». Ответ на главный вопрос. Клип «Не переплыть». Не хочу, не хочу тебя изменить. Знаешь, ты слишком, слишком слабый. Если такой у тебя корабль, на жиреку не переплыть. Вот, и еще, как вы видите, фотография – это American Idol шоу. Знаменитое американское шоу, в котором я принимал участие. И, кстати, стал победителем в далеком, дай бог памяти, 62-м году. Друзья мои, если кто-то видел, или, может быть, где-то им встречались эти люди, вот эти вот три, я бы так сказал, личности, просьба сообщить в полицию. Вы знаете, что сейчас по-новому у нас называется полиция, а не милиция. Потому что их, вот они разыскиваются живыми или мертвыми. Мы будем очень благодарны вам. Это весна, весна, притуманно-весна. Ей особая причина не нужна. Это вот так называемый мини-мы. Если вы смотрели картину про известного Остина Пауэрса, то я тоже себе завел такого маленького, вот такого свое, как бы, дитятка. Ну, здесь, в этой комнате, нам уже никто не помешает, потому что здесь святая святых – это спальня, здесь не бывает вообще посторонних, поэтому прошуся, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Господи ты, боже мой! Вот это вот так называемое зомби, как я вот вижу, очень похоже на нашего директора Елену, Елену Петровну. Ну, давай рассказывай, что ты здесь теперь делаешь. Я прощедавлю. Правильно, потому что это действительно прощедавильня. Так называемый уголок красивой юной соблазнительницы. Что делает здесь девушка? Она садится, она начинает приводить себя в порядок. Аааа! Вот. И для того, чтобы она привела себя в порядок, она должна обязательно… Я сейчас покажу. У меня есть идеал какой-то хочу быть. Да, есть идеал, да. Это мое фото. Ну, как же без кровати, которая, ребята… С ортопедическим матрасом! Да, это я уже говорил. А между прочим, здесь есть небольшая фишка. У этой кровати, как вы видите, не плоская спинка, а такая покатая. И я просто под утро, вот в 8 утра, полдевятого просыпаюсь, спина начинает потихонечку болеть. Она болит под утро. Я вот так сажусь, подушечку сюда, и все, и сплю дальше. Ну, что еще я могу показать? Я могу рассказать, что из нашего окна площадь красная видна. Сами понимаете, что все артисты живут либо на Красной площади, либо на Арбате, либо на Тверской. Ну, я на Красной. Вот. Ну, я думаю, на слово вы мне поверите, что там мавзолей вот и стена кремлевская. Вон, я машу рукой председателя правительства нашего. Все нормально, я здесь. Ну, долго засматриваться на Кремль мы не будем, а лучше посмотрим, что еще интересного есть в спальне. Обратите внимание на очень интересного экземпляра. Это не муляж, это настоящий крысенок. Зовут его Владимир Вольфович. Вот, смотрите, как он меня любит. Любишь меня? Очень любит. Ну, сейчас давай сначала мы покажем еще кое-что, потом мы займемся нашим делом. Я уже не показал вам, ребята, картину, которую также нарисовал для меня мой замечательный друг. Даже не нарисовал, а написал. Сашка Сергеев, мой дружок. Кстати, Санек Сергеев, это наш кент, это первый человек, который встречал нас на Казанском вокзале, когда мы только приехали в 2001 году покорять Москву. Мы были незнакомы. Он знал о нас от друзей. Он встречал нас. И, кстати, первый человек, который нас прописал у себя дома. Это вообще офигенный чувак. Вот, и он написал вот такую вот картину. Доски, улитки. Ну, что-то такое, знаете, подобие семьи. Папа, мама и ребеночек. Ну, вроде как и в гамме. И душу греет. Вот. Хотелось бы еще на эту картину обратить внимание. Картина, опять же, от Сани Сергеева. Любит он меня, но друг. Он мне все тут помогал обустраивать этот замечательный уголок. Влюбленные пылесосы. Как Сашке это пришло в голову, до сих пор не пойму. Это значит вот и не янь. Вот. Они, ну, не знаю, дарят такой позитив, когда ты смотришь, особенно оттуда, с кроватки, что хочется жить, творить, вот, радоваться жизни. Ну, и, естественно, хочется пригласить вас в нашу ванную. Если вы не против, я думаю, что там будет кое-что интересное для вас, познавательное. Алло, Муз-ТВ? Скажите, а как можно принять участие в ваших программах? Друзья, вот это моя ванная комната, так называемая грим-рум. Ну что ж, вот я могу показать вам свою. Даёк, макарёк. Второй раз уже в эту передачу я повторяю это слово. Скажи, пожалуйста, а что ты делаешь в этой ванной? Я, я, честно, ничего не делала. Просто лежала, ни с кем не разговаривала. Тогда второй вопрос. Как удалось нам попасть в эфир телеканала Муз-ТВ? Потому что я позвонила. Ты позвонила! Как просто, оказывается, попасть? Я напросилась. Напросилась. Так. Я тогда сразу же перехожу к каким-то элементам этого помещения. Ну, сами понимаете, что это такое. Унитаз! Типа того. Унитаз навесной. Универсальный таз. О, универсальный таз. Вот. Здесь это шведская стенка, на которой упражняется не один участник нашей группы, а все. То есть, я не буду сейчас показывать. Повисаешь, качаешь пресс. Ну, какие-то еще мышцы. Затем мы переходим к рабочему помещению. Вот здесь вот можно резать даже еду. Почему нет, да? Потому что это штука из камня. Да, да, можно. А еще у Динки есть фен. И утюг для волос белый. И фенный утюг для волос у меня белого цвета. Я почему так сделал? Это не специально получилось. Просто у меня же белого цвета стены. Ну что, пойдемте, провожу вас к дверям, потому что... Признаемся честно, ходить в гости в группе «Город 312» – настоящее удовольствие. Попав на Димину кухню, мы сразу поняли, что зашли туда не зря. А услышав о том, что он прекрасно готовит, и вовсе хотели отказаться идти дальше. Но любопытство оказалось сильнее. Поэтому мы отправились в гостиную, где с удовольствием посидели на мягком диване и заодно заглянули в гардероб. Затем, по коридору, который по совместительству является и аллеей славы, мы прошли в спальню, где познакомились с хвостатым Владимиром Вольфовичем. Посмотрели на оригинальные картины и дальше по приглашению самого хозяина проследовали в ванную комнату, которая оказалась такой же яркой и позитивной, как и группа «Город 312». К сожалению, на этом комнаты закончились, и мы практически со слезами на глазах были вынуждены собираться домой. Так, мы можем уже попрощаться с вами, ребята? Нам уже даже нужно с вами попрощаться, потому что вы нас сегодня и так уже оторвали от дел. А я же не просто так у Димы в гостях. Вот. Пожалуйста, в следующий раз, когда захотите приходить, или к Диме, или ко мне, или кому-нибудь из нашего коллектива, пожалуйста, звоните заранее. А то пришли без спроса, натоптали и ушли. Мы вам все равно будем рады. Приходите. Будьте здоровы. Пока. Пока.